Праздничные мероприятия Ветеран войны Борис Харитонович Канельский вспомнил своих боевых товарищей и тяжелые дни сражений. Слава тем, кто отдал свою жизнь за эту свободу. Вечная память о них будет жить в нас в веках. Да здравствует 9 мая, день великой победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Ура! Праздничным маршем по советскому проезду прошли ветераны и дети войны. Курсанты Центра профессиональной подготовки имени Тинькова и юно-армейцы. Самая многочисленная колонна – бессмертный полк. С каждым годом эта акция набирает все больший отклик в сердцах населения нашей страны. У кинотеатра «Искра» ветераны сделали общее фото на память. Мы народ действительно не только наши предки, народ победитель. И мы такие же. Мы почему? Потому что мы чтим, потому что мы уважаем. И мы стараемся сохранить эту память для того, чтобы передать его новому поколению. Это, наверное, самый патриотичный, самый личный праздник, который у нас есть. Потому что столько трагедий, такая большая победа. Это действительно очень личное переживание. В Большом зале кинотеатра и на улице возле сцены все собравшиеся смотрели трансляцию парада победы с Красной площади. Военно-патриотические клубы района развернули интерактивные площадки, где были представлены предметы времен войны. Это вот не хватало. Вот была стеклянная фляга, которая щупом разбивалась. Очень редко он может было найти. Это ценные экземпляры. Мы их очень бережем. В День Победы все, от мала до велика, вспоминали страшные страницы истории и благодарили фронтовиков. Самое главное – это память и чистое небо. Для меня День Победы – это в первую очередь бессмертный полк. Это, знаете, такое чувство прям необыкновенное, когда собираются не одна сотня людей и все вместе прям проходят. Мне в школе еще рассказывали, что наша Москва почти отступила, но мы собрались и победили фашистов. Мы знаем, что такое война, что такое потери друзей. Мы пережили это тоже. Сейчас рады за то, что мы еще живы, что ветеранов встречаем, провожаем. Для нас это праздник святое. Праздник напомнил нам, что важно не забывать о мужестве и стойкости поколения победителей не только 9 мая, но и всегда. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.